МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имя этой неординарной женщины навсегда связано с историей Гомеля, который стал для нее родным городом. Волей судьбы Ирины Ивановне Паскевич была уготована долгая жизнь и прожила она ее достойно, оставив светлую и благодарную память о себе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирина Паскевич, графиня Эриванская, княгиня Варшавская, невестка генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича, последняя владелица гомельским имением. Дочь действительного тайного советника, члена Государственного совета, графа Ивана Иларионовича Воронцова-Дашкова и Александры Кирилловны, урожденной Нарышкиной. Родилась в Санкт-Петербурге в 1835 году. Получила прекрасное домашнее образование, знала иностранные языки, хорошо рисовала и прекрасно вышивала. Чита Паскевичи не только всячески способствовала экономическому развитию города над Сожем, но и оставила добрую память своей благотворительной деятельностью. Федор Иванович ведь из-за этой благотворительности получил даже титул почетного гражданина города Гомеля в 1888 году. Он устроил для города водопровод, которого тогда не было, а здесь в парке уже был, и первая электростанция здесь на территории парка появилась. Кроме того, вместе с женой они построили Федора Ирининскую глазную лечебницу. Гомельское имение у Паскевичей было немаленьким. В его состав входило много деревень. Супруги активно участвовали в устроении жизни местного населения. В 1903 году, когда Федор Иванович ушел из жизни, Ирина Паскевич одна продолжала семейную благотворительную традицию. Он помогает выучиться, получить хорошее немецкое образование мальчику-еврейскому Бруку, который становится тем самым знаменитым Абрамом Бруком, что лечил всяческие глазные болезни в Гомеле. Она держала очень интересную связь и с местными жителями, с дворянством, с архитектором Шабуневским, который таки спроектировал много зданий по ее заказу, в том числе и больничные сооружения, и тот же дом врача Александрова. Стоит отметить, что в доме, где воспитывалась Ирина Паскевич, много внимания уделялось русской и зарубежной литературе. Часто проводились вечера, где собирались известные русские писатели и поэты. Очевидно, это и стало одной из причин, которые с раннего детства привели ей интерес к литературе. Все это позволило в дальнейшем заявить Ирине Паскевич о себе, как о переводчике произведений русских писателей. Один из наиболее интересных и значимых переводов Ирины Паскевич – это перевод на французский язык романа Льва Толстого «Война и мир». Кстати, Ирина Паскевич была первой, кто перевел бессмертное произведение на французский. Оно вышло в 1879 году с подзаголовком Исторический роман переведен русской с разрешения автора. Оригинал этого произведения на данный момент хранится в отделе редкой книги Гомельской областной универсальной библиотеки. В дальнейшем с него были сделаны переложения на английский, венгерский, голландский, польский и турецкий языки. Стоит отметить, что когда в 1917 году случилась революция, Ирина Паскевич еще некоторое время владела гомельским имением и отдавала распоряжение. Она не эмигрировала, хотя к тому времени уже была довольно пожилым человеком. Она осталась в Гомеле, скорее всего, потому, что здесь ее по-своему очень любили гомельчане, помнили ее добрые дела. Проживала Ирина Паскевич у людей, которым в свое время делала добро. У садовника – гувернантки. Смерть ее настигла в 1925 году. Среди предметов, которые напоминают Ирину Иванову Паскевичу, Есть еще у нас такой уникальный предмет, как медаль, памятная о свадьбе. Она была чеканина в Варшаве. Сделана была очень таким известным в то время скульптором. Он был художником Варшавского монетного двора, Менхеймером. И там на этой медали изображено соединение двух гербов – Паскевичского и Воронцовых-Дашковых. Вся та память, которая сохранилась о Гомеле и Ирине Паскевич, аккумулирована в современном облике города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова